всем привет дорогие друзья на данный момент я снимаю видео на экшн камеру sony x3000 сейчас я установил на штатив и хочу запустить тест antutu на iphone 6 и iphone 6s и сравнить какие результаты между ними у них разные процессоры если у iphone 6 процессор apple a8 выполнен по 20 нанометрам то iphone 6s выполнен по с нанометром здесь процессор apple a9 более новое поколение процессоров чем в iphone 6 модель новее свежее здесь производительность выше и посмотрим какая разница между ними также хотел отметить что здесь оперативной памяти 1 гигабайт в iphone 6 а в iphone 6s 2 гигабайт оперативной памяти чип стоит от самсунга в iphone 6s а в iphone 6 чип tsmc так как было какое-то время на iphone 6s устанавливали процессоры от компании samsung так запускаем тест посмотрим какие у них результаты нажимаю старт тестинг раз два три поехали тест запущен посмотрим какие результаты сейчас снимаю на камеру sony x3000 full hd 60 кадров не знаю какая будет картинка на выходе потому что дисплея нет как допустим раньше я снимал на телефон samsung s10 там хотя бы увиден процесс съемки в общем пишет с оптической стабилизации здесь принципе на штативе установлена стабилизация не но картинка довольно таки приятная эффект рыбьего глаза снимает sony x3000 звук пишет в стерео все тест пошел о в iphone 6 тест бросился установил я кстати последний вес 12.5 на iphone 6 другая тут недоступна сейчас покажу почему то тест он не запускает давайте посмотрим обновлю об этом устройстве 12 5.5 все это самая последняя вес на iphone 6 процессор старый факт поэтому более новей недоступны так уберу сейчас музыку так обновление по сейчас увидите что обновление последние новейшие да жаль что тест не запускается на iphone 6 ну я думаю набирает примерно 100 150 тысяч баллов iphone 6 с должен набирать около 200 тысяч баллов это уровень килин 710 qualcomm snapdragon 660 iphone 6 послабее давайте еще раз попробуем запустить старт тестинг и посмотрим что произойдет видите почему сбрасывается дисплей потух почему так не знаю посмотрим вообще сколько показывает результаты вот здесь по моему написано должно быть сколько выдает iphone 6 в среднем без теста так iphone 6s выдает двести тридцать три тысячи баллов а iphone 6 здесь нет почему-то в тесте он не участвует видим процессор совсем слабый наверное это связано с видео ядром так что iphone 6 должен показать примерно двести тридцать три тысячи баллов сколько набирал бы iphone 6 я думаю ну да 150 примерно жаль конечно iphone 7 плюс 310 iphone 7 303 я планирую приобрести iphone 7 плюс либо с е 2020 сколько же он набирает здесь здесь почему-то его нет iphone с е второго поколения да его тут нет тоже странно он набирать должен как iphone 11 там такой же процессор в общем вот такой получился тест пишите в комментариях если у вас iphone 6 и вы знаете сколько набирает баллов в antutu вообще если выбирать айфоны в 2021 году конец года как минимум конечно стоит обратить внимание именно iphone 6s во первых на него устанавливается последний вес 15 во вторых у него память оперативные 2 гигабайта и процессор более-менее нормальный а вот iphone 6 уже конечно старичок и все приложения он запускает двое медленнее видимо это связано не только с процессором но и с оперативной памятью здесь в айфоне 6 ее всего лишь 1 гигабайт и техпроцесс слабый ну кстати здесь заменена батарея и обратите внимание здесь установили батарею повышенной емкости в айфоне 6s батарея на 1715 миллиампер а в айфоне 6 батарея смотрите на 1810 миллиампер здесь батарея даже лучше я кстати заметил автономность лучше у айфона 6 здесь хоть и техпроцесс выше энергопотребление больше но батарея держит лучше может быть это связано с тем что процессор более слабый меньше потребляет энергии может быть не знаю конечно с чем это связано может быть из-за емкости батареи в обоих случаях батареи по сто процентов не знаю таких компаний эти батареи но их меняли и если зайти в настройки аккумулятор и посмотреть емкость то оба выдают сто процентов так что по автономности айфон 6 немного лидирует бывает даже iphone 6s выключается на 20 процентах просто отключается не знаю почему вот такие дела может быть батарея по качеству хуже в айфоне 6s много производителей как я понимаю кто кто эти батареи делает так но вот вот так процессор смотрите здесь tsmc по 1400 мегагерц в айфоне 6s 1700 или 1800 тоже 2 ядер 20 на метров дисплей дисплей одинаковых абсолютно только здесь почему-то все не отдают здесь возможно что дисплей меняли покупал я телефон был уж на и так что я точно не могу сказать насколько здесь оригинальный комплектующий но по весу iphone 6 значительно легче 130 против 160 грамм так 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 что еще вам тут рассказать интересного жаль конечно что вес доступны только двенадцать пять точка пять а 15 не поставить в общем все ждем результаты iphone 6s iphone 6 конечно в этой битве проиграл покупал его за 4000 рублей iphone 6s за 5 iphone 6 он на восстановленный от завода apple как новый смотреть какая у него коробка я сейчас покажу вот коробка от iphone 6 видите она без лица а вот эта коробка от iphone 6s здесь еще есть чек iphone 6s здесь нет и здесь в наименовании написано к аж не какой страны он сделал а по iphone 6s как положено написано ru для россии rst версия вот здесь комплектация у них полная и наушники и зарядка и провод lightning на usb в общем зарядка 5 ватт на стандартно в общем стоит 1000 доплатить и купить iphone 6s вместо iphone 6 сейчас можно на вид даже за 6000 купить iphone 6s довольно таки дешево если вы хотите если вы хотите купить еще более дешевое устройство это iphone с и был вариант купить за 4000 но человек как видим передумал тот у которая покупала iphone 6 вот чехол к iphone 6 кстати очень мягкий не знаю какая компания выпускает но приятный чехол похож мне кажется что похож на оригинальный не знаю конечно и вот чехол к iphone 6s все что было в комплекте так тест никак не завершится дисплей довольно таки яркий на iphone 6s почему-то при минимальной яркости он отдает в синий цвет такое ощущение что здесь некачественный дисплей то есть не оригинальный также у меня есть крутая мышка никак ее не распакую больше полгода лежит упакована смотрите что я обратно что я обратил внимание в iphone 6 здесь вот дисплей посажен вот люфт происходит дисплей выступает из корпуса в целом состоянии неплохое но видимо человек тут какая-то наподобие вмятинки человек которым пользовался кстати девушка пользовалась видимо заменили дисплей мне так кажется также поменяли батарею человек сказал что за замену батареи экрана и корпуса отдал 2 700 если батарея 1400 заменить стоит то дисплей корпус за 1300 по моему это дешево так ждем результат теста в айфоне 6s пока он грузится я вам покажу состояние вот так он выглядит состояние кстати намного лучше чем у айфона 6 спереди надеты защитное стекло как я понимаю вот это вот она местами здесь отклеивается в айфоне 6 ничего нет что вам еще показать есть у меня instagram от моего канала сейчас вам покажу можете подписаться instagram вот мой телефон посмотрю нагрелся или нет ну да теплый где-то наверху ель ель теплый принципе процессор не сильно греется при прохождении теста так батарея он уже разрядил этот тест 33 процента у айфона 6 зарядом все в порядке пока проходит тест хотел бы еще вам показать есть целый пакет с проводами я накупил новых для айфона с лайдингом вот этот за 200 рублей вот этот за 95 так вот этот за 200 рублей по скидке это микро на юсб на юсб по 50 рублей купил очень дешево также лайтнинг зарядным блоком за 200 рублей по скидке за 100 рублей по скидке и самый лучший провод за 120 рублей за 120 рублей больше полгода пользуется никаких проблем длина 08 с лайтнинга на юсб в других магазинах почему-то он стоит 250 так и все а еще один провод есть вот такой зарядный с переключателя на прикурителю на лайтнинг тоже стоит 100 рублей все провода самый лучший провод в итоге этот вот это вот такой провод самый идеальный за 120 рублей тест результатов завершился и iphone 6s набрал 200 226 тысяч баллов на результат отличный это выше чем qualcomm snapdragon 660 в редми ноут 8 в редми 9т лучше чем 96 10 96 11 в самсунге а 50 и 51 в общем довольно таки шустрый процессор iphone 6s так что стоит его купить в конце 2021 года это минимум вхождение в аэс среди бушных телефонов можно приобрести за 5-6 тысяч рублей идеальный вариант всем рекомендую у меня обзор есть на канале также можете посмотреть и сравнение с айфоном 7 подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии также можно зайти в раздела канале там есть данные моей карты и помочь каналу если хотите каким-либо донатом так скоро много новых видео сравнений распаковок напишите в комментариях какой мне лучше купить телефон айфон с и 2020 за 20 тысяч айфон 11 за 36 тысяч на 128 гигабайт был либо купить айфон 7 плюс за 14000 тоже был все всем спасибо за просмотр всем пока